Здравствуйте! В эфире новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Визит генерального директора концерна «Росэнергоатом». В процессе стандистической поддержки она принесет тот результат, который вы ожидаете, и мы ожидаем от него. Смоленск АЭС будет использовать международный опыт в управлении временными модификациями. Здесь располагается звено разведки и безметрического контроля. Станция готова к противоаварийному реагированию в нештатных ситуациях. Вы готовы! Не работай с самым готовым! 145 юных спортсменов стали участниками 14-го межрегионального турнира по боксу. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». На сегодня выработано 25 370 мегаватт электрической энергии, что составляет по году 100,5%. О техническом состоянии Смоленск АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе находятся три энергоблока, суммарная нагрузка 3187 мегаватт. Существенных замечаний по работающему основному оборудованию нет. Выработка электроэнергии за 14 дней ноября составила 996 млн кВт-часов, что превышает плановое задание на 371 млн. С начала года энергоблоками Смоленск АЭС выработано 18,8 млрд кВт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 11 ноября Смоленск АЭС с рабочим визитом посетил генеральный директор концерна «Росэнергоатом». В ходе визита генеральный директор проинспектировал строительную площадку пристроя хранилища отработавшего ядерного топлива, работу энергоблока в станции, заслушал доклады о реализуемых проектах производственной системы «Росатом». 11 ноября на Смоленск АЭС завершилась миссия технической поддержки. Эксперты Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные станции в АОАЭС, изучили методы работы атомной станции в направлении временных модификаций и предложили пути улучшения на основе лучших мировых практик. Временные модификации – это непродолжительные изменения состояния оборудования, систем, технологических параметров по отношению к проектным характеристикам энергоблоков, временные изменения схем подключения электрических нагрузок, приборов, временные изменения в системах программного обеспечения и другие. Любые изменения проекта, будь то временные или постоянные, они могут влиять как на безопасность, так и на работу смежных систем, так и на работу данной системы, в которой производятся изменения. Поэтому здесь очень важно анализировать и быть уверенным, что эти изменения не приведут к ухудшению безопасности. Приехали эксперты, в том числе зарубежные из Болгарии. Они нам представили видение своего процесса, как у них происходит. Ну что-то мы возьмем у них, и будут изменения в нашем процессе. Миссия ВАОС – максимально повышать безопасность и надежность эксплуатации АЭС посредством амбийной информации, опыта среди членов и исследования, к примеру, лучших. Эксперты Московского центра ВАО, АЭС Козлодуй, Болгария, Кольской, Калининской и Балаковских атомных станций ознакомились с временными модификациями, внедренными на атомной станции. Провели наблюдения на рабочих местах оперативного персонала, блочных счетов управления и реакторного отделения. Проинтервьюировали специалистов, ответственных за данное направление. Ознакомились с процессами регистрации, контроля, временных модификаций в эксплуатационной документации. По итогам работы команда экспертов подготовила предварительный отчет с предложениями для улучшения процессов временных модификаций на Смоленск АЭС. Через год Московский центр попросит Смоленскую станцию оценить достигнутый процесс в этой области и эффективность проведенной миссии технической поддержки. Смоленск АЭС готова к защите персонала и территории в случае возникновения нештатных ситуаций, природного и техногенного характера. Об этом сообщил председатель комиссии, заместитель директора Департамента противоаварийной готовности и радиационной защиты концерна «Росэнергоатом» Александр Марков по итогам плановой проверки, прошедшей на атомной станции с 8 по 11 ноября. Команда экспертов профильных департаментов эксплуатирующей организации, Федерального медико-биологического агентства России, Курской и Белоярской АЭС проверила соблюдение Смоленской станции законодательных и нормативно-правовых актов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, наличие необходимых материально-технических средств и ресурсов, состояние защищенных пунктов управления и их систем жизнеобеспечения. На практике были отработаны действия руководителей служб противоаварийного управления Смоленской АЭС, навыки персонала по обслуживанию оборудования и технических систем аварийного энергоснабжения, вентиляции, систем связи и оповещения, радиационного и дозиметрического контроля. Свою готовность к противоаварийному реагированию продемонстрировали нештатное аварийно-спасательное формирование группы радиационной, химической и биологической разведки Смоленской АЭС. В ходе проверки были задействованы передвижная радиационная лаборатория, передвижной пункт управления и передвижной узел связи, аварийно-спасательная техника. По результатам работы сегодняшнего дня, я думаю, в целом, предварительно можно сказать, что в целом, я думаю, будет готово выполнять те задачи, которые возложены на АЭС в плане ГО предупреждения, ликвидации, чрезвычайных ситуаций. В заключительном акте проверки комиссии даны предложения и рекомендации, реализация которых будет способствовать дальнейшему совершенствованию противоаварийной готовности Смоленской АЭС. С 9 по 12 ноября в Десногорске прошел 14-й межрегиональный турнир по боксу в памяти заслуженного энергетика России почетного гражданина Десногорска Сергея Петровича Крылова. Всего было проведено 107 боев. Оценивали поединки профессиональные рефери под руководством судьи всероссийской категории Бориса Усольцева. Среди выступающих были как опытные боксеры, победители и призеры областных и всероссийских турниров, так и совсем юные дебютанты. Турнир очень большое значение имеет для ребят. Ребята у вас здесь разного возраста. И даже есть 10 лет, несколько пар, и 12 лет, и 14, и 16. Для них, для всех, это очень важный турнир, потому что они, и даже проводя свои первые бои, и все равно для них остаются награды. Ребят все равно награждают. Они уезжают домой просто счастливые. И это прибавляет им еще больше желания заниматься боксом. Наш город представляли воспитанники клуба «Ринг» и секции бокса физкультурного комплекса «Десна». 10 десногорских бойцов вышли в финал. Четверо ребят стали победителями турнира, а шестеро – серебряными призерами. Из 16 участников медали и награды получили 12 человек. Я считаю, что это отличный результат. За лучшую тактико-техническую подготовку специальным призом турнира отмечен десногорец Рафаэль Джавадов. За 4 дня я провел 2 боя. Их выиграл. Самый последний бой вот этот был трудный, но я выдержал и победил. Кроме того, в копилке наших спортсменов и главный приз турнира – Кубок профсоюза Смоленской станции, который завоевал Никита Песегов. На моем счету 27 побед. Такой кубок я получил впервые. Я очень рад. Все победители и призеры получили грамоты, медали, кубки и призы от профсоюзного комитета Смоленской атомной электростанции. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших новостей и всего самого доброго. До свидания.